всем привет ребята продолжение видео о частотнике то есть вот видим он у меня лежит сама плата на маленьком столике под низом лежит двигатель также элементы которые мне помогали это в настройке 500 лампочки и два трансформатора там то есть каждый трансформатор у нас выдает по 40 вольт 7 ампер то есть соединены последовательно в итоге у нас где-то около 80 чем-то вольт этим я все дело гонял сейчас подключена 220 но через пятисотную лампочку показывать работать как не буду то есть все нормально сейчас ее это дело все уберу останется у нас голая плата напоминаю это модуль у нас и рамс и схему подключения показал прошлый раз ну что я все убираю заново включая и смотрим итак ребята все готово для испытаний то есть я буду сейчас на 220 вольт включать первый раз то есть чтобы все правильно было и вы потом не говорили что что-то не так вот сейчас я беру померяю сколько напряжение поступает на частотник хочу у нас ничего не поступает потому что включил не тот провод все по честному 220 вольт есть и как бы вот видим здесь ничего не подключено у меня будьте аккуратны при таких как бы испытаниях ну что ребята есть еще что-то звездонет то я не виноват так ну что включая готовы все думаю звук вам слышен все работает на 50 герц как и полагалось я очень доволен рукой о час не остановить и не советую никому и также трогать ну что ребята посмотрим как это все выглядит в программной части то есть отключаем модуль пока без радиатора он он и так как бы на холостом ходу не сильно греется здесь можно было то есть я подаю питание dc отдельно но можно было поставить сюда маленький трансформатор и все бы работало нормально напомню здесь всем этим сейчас рулит стм 8 ну давайте мы сегодня еще как бы еще ни разу стм 8 с вами не рассматривали что к чему там и как настраиваться можно ножки gpu посмотреть можно посмотреть настройку таймеров ну возможно и настройку а цп ну поедем дальше давайте так ребята планы немного изменились я вспомнил что в самом начале я ушатал один силовой модуль и стм 32 причина я видел только в том что у стм 32 шим был амплитуда 3 вольта поэтому я перешел на стм 8 дело в том что я не нашел явно указание в дата шити что модули рам совместим с логическим уровнем 3 вольта напротив некоторые записи которые убеждали меня в обратном но модуль иранс построен на базе другого модуля ирки 21 363 который говорит об обратном здесь написано что 33 вольта совместим так поэтому сейчас рассмотрим работу самого частотника а в конце сделаем занимательный эксперимент перейдем с логики 5 вольт на 3 вольта поехали для создания трехфазной синусоиды на входе силового модуля требуется 6 каналов шим то есть зачем это нужно вот силовой модуль сам и вот то есть вот у нас здесь сам конденсатор и идет 6 ключей то есть для верхнего плеча у нас должен идти один канал шим а для следующего плеча чтобы один ключ был открыт а второй был закрыт то есть чтобы они одновременно два не смогли открыться то есть должен быть инвертированный сигнал выглядит все это следующим образом то есть вот у нас 6 каналов ну и вот допустим 1 и 2 каналы вот как видим здесь следующий сигнал идет здесь уже как бы противоположны инвертированы здесь у нас правда идет уже с детайм это немножко графики не с как бы не с этой программки а с предыдущего раза то что делалось так думаю понятно про детайм так как сам детайм уже реализован в модуле рамс вам не обязательно это делать микроконтроллере предыдущий раз у меня было шесть каналов шим самого микроконтроллера поэтому там можно было еще и детайм нормально реализовать примеру еще к этому как получается синусоида программе у меня есть таблица синуса вот она 66 точек если взять построй график по этим точкам то значение из таблицы синуса откладывать по оси y а для оси x откладывать точки через одинаково промежутки то мы получим синусоиду значение за это таблицы это значение для шим а этим значением соответствует определенный уровень напряжения на выходе канала в шим микроконтроллера соответственно и силового модуля так как у меня в таблице 66 значений говорят еще 66 точек синуса то для получения промышленной частоты 50 герц за одну секунду по этой таблице необходимо пробежаться 3300 раз то есть у нас на выходе силового модуля при 50 герцах за секунду напряжение изменится 3300 раз программе задействовано два таймера первый таймер у нас выдает три фазы шим вот настройка самого первого таймера с определенной частотой шим ну соответственно то есть вот период соответственно частота шим выбиралась исходя из того что напряжение должно хотя бы успевать выставляться ну то есть пройти хотя бы период до того момента как второй таймер обновиться и мы попадая в прерывание выставим уже новый уровень шим то есть вот настройка второго таймера здесь получается вот обработчик прерывания и здесь попадая прерывание мы берем значение с таблицей синуса и грузим его в таймер тем самым выставляя новое значение как бы шим то есть основное назначение второго таймера это у нас регулировка частоты вот здесь цикле вайл где там так основную цикл вот здесь мы поднимаем с частоту так как у нас вот стартовое значение здесь 0 то есть 2 герц до 50 так тем тем чаще происходит обновление второго таймера тем чаще мы попадаем прерывание тем чаще выставляется новый уровень шим на трех каналах соответственно выше частота вращения двигателя теперь о нюансах у нас три фазы соответственно синусоиды должны быть сдвинуты на 120 градусов то есть вот как это правильно выглядит начало первое синусоиды 2 так через 120 градусов и 3 программе есть три переменные для этого дела в которой хранится позиция в таблице синуса для каждого канала вот стартовое значение далее еще один нюанс самый важный как бы нельзя подавать напряжение сети на двигатель предназначенный для 50 герц при его вращении на 2 герц от частотника вас ожидают спецэффекты на всяком случае с данным модулем при запуске двигателя на 1 кВт при подаче максимального напряжения при частоте 2 герца силовой модуль запросто выйдет со строя напряжение на частотнике должно регулироваться по закону УНФ равно константа во всяком случае нужно от этого отталкиваться к примеру у меня две кривых разгона то есть определенной частоте сопоставлено свое напряжение первый раз видео я разгонял по этим данным следующим по этим причем максимальное значение при умножении должно превысить максимально допустимое значение уровня шим ну как то так это работает в общих чертах ну во всяком случае я так думаю что что оно так но это не значит что оно правильно это всего лишь пока мой опыт в этом деле но по собственным наблюдениям крутит двигатель оно довольно неплохо ну еще перед запуском нужно подождать пока зарядится конденсатор в процессе работы нужно мониторить состояние вывода аларам и фаул чтобы напряжение на сетевой банке не упало ниже допустимого то есть некоторые нюансы я описал то есть в этой схеме которыми делал автор некоторые косяки то есть вы можете зайти ссылка будет и вы посмотрите ну что перейдем опять к эксперименту итак ребята смотрим подключил обратно лампочку лампочка подключена после конденсатора до конденсатора не имеет смысла ее ставить значит подаю напряжение конденсатор заряжается схема пока не работает как только зарядится конденсатор смотрим на минимальных оборотах пошел разгон смотрим лампочка я специально свет сейчас мало света дал то есть как видим она сейчас даже не накаляется то есть как это означает что напряжение поступает постепенно то есть оно поднимается постепенно видим еле еле видна нить накала но если бы напряжение подавалось сразу то лампочка буквально на минимальных оборотах у нас вспыхла были бы очень большие токи как видим сейчас все замечательно должно быть еле еле видно то есть на самом деле очень еле еле нить накала светится сейчас выйдет на максимальные обороты и тогда я уберу там на стабилизатор и перемычку вот вышел на минимальные обороты не советую никому так делать посмотрим видим ну что выключаю конденсатор тем временем так должен разряжаться и сейчас на стм микроконтроллере я уберу перемычку так аккуратно это как бы сделать получится не получится паяльника у меня сейчас нету свободных розеток чтобы это делать по-человечески но я думаю так все будет нормально так перемычку я убрал то есть сейчас уровень шима должен стать 3 вольта контроль по его аларм я убрал потому что здесь подтяжка идет к 5 вольтам чтобы не спалить микроконтроллер но контроль по сетевой банке то есть остался ну что подаю dc напряжение и подаю напряжение 220 вольт сейчас как видим все работает то есть я не знаю что то было скорее всего может быть в прошлый раз у меня были длиннее провода но во всяком случае мне не рекомендовали все это дело использовать на 3 вольтах ну как видим все работает то есть ирка сама она поддерживает 3 вольта поэтому скорее всего можно эксплуатировать но сейчас посмотрим выйдя на номинальные обороты все работает ребята может быть еще тестером по мере что сейчас напряжение 3 вольт но во всяком случае со стабилизатора я уверен перемычку убрал я сейчас еще раз отключу и внимательно посмотрю давайте попробуем так ну не знаю наверно надо свет подать ну так 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 что нам мешает смотрим не знаю будет видно или нет во всяком случае сейчас на данный момент будьте аккуратны здесь у нас перемычки не стоит то есть так не знаю видно не видно сейчас был шим амплитудой в 3 вольта и все работает это для того что можно использовать микроконтроллер стм 32 ф 103 c8 т6 который я использовал ранее то есть сам сразу можно сделать на микроконтроллере с датаймом сразу задержку и 6 каналов сразу без вот этой вот микросхемки ну что видео я думаю было полезно посмотрим далее наверное рассмотрим настройку подробно настройку микроконтроллера ну что всем пока 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 настройку